А сейчас новости спорта. Рубрика Латкарина «Спортивная» с Романом Завьяловым представлена при поддержке компании «Дипос», «Лифтремонт» и «Славянское подворье-Л». Новости бокса. Победа латкаринских боксеров продолжается. 5 и 6 ноября в городе Дзержинский прошел открытый турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта России Максима Галкина. Почтить память подмосковного боксера собрались воспитанники спортивных школ, секций и спортивных клубов Москвы и Подмосковья. Соревнования проводились по олимпийской системе. Латкаринский боксер Сергей Кравец, представитель клуба единоборств «Патриоты», стал победителем турнира. Поздравляем! Соревнования проводились по олимпийской системе. Победа латкаринских боксер «Патриоты» Новости баскетбола. Одна победа на всех. 7 декабря в рамках первенства Московской области среди юношеских команд в спортивном комплексе «Кристалл» воспитанники отделения «Дзерж» города Латкарина принимали команду «Дзерж Коломна». Баскетболисты 2002 года рождения тренер Павел Минкин уступили со счетом 27-59. Юниоры 2000 года рождения тренер Виталий Андреяхин проиграли со счетом 66-72. Юноши 1999 года рождения под руководством Павла Минкина в упорной борьбе уступили со счетом 44-48. Победить удалось лишь подопечным Сергея Зеленцова. Команда 2001 года рождения выиграла со счетом 63-32. Новости баскетбола. Победный домашний дубль. 7 декабря в Латкарине в спортивном комплексе «Кристалл» прошел матч чемпионата Московской области по баскетболу среди мужских команд. В гости к БК «Кристалл» приехал баскетбольный клуб «Авангард» из Коломны. После представления команд началась игра первых составов. В ходе первой половины матча преимущество в счете было у латкаринцев. Однако в третьей четверти коломенцам удалось счет сравнять. И все равно Латкарина было сильнее. «Кристалловцы» смогли вновь создать комфортный отрыв в счете и как следствие победить с результатом 86-80. Субтитры создавал DimaTorzok «Кристалловцы» «Кристалловцы» Лучшими игроками были признаны Аганес Мартиросян Лыткарина и Игорь Плетнев-Коломна. Не обошлось и без конкурсов от Максима Морозова с призами от компаний Дары Алтая, Либо и Федерации баскетбола Московской области и танцевальной поддержки. В этот раз подбадривал у барельщиков танцевальный коллектив Art Dance Studio, руководитель Валерия Пушкарева. Специальный приз от главного болельщика Владислава Осинкина получил Аганес Мартиросян. Продолжилось обсуждение имени талисмана команды «Тигра» из ДК «Центр молодежи», который любезно посещает все домашние матчи БК «Кристалл». Следом на паркет спортивного комплекса «Кристалл» вышли баскетболисты вторых составов. В первой половине матча на табло было равенство. В третьей четверти, хорошо попав в нападение и уверенно сыграв в защите, лыткаринцы смогли сделать рывок в счете, который и стал решающим. Второй состав БК «Кристалл» победил со счетом 54-38. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Новости футбола! 6 декабря в Лыткарине в ДК «Центр молодежи» состоялась торжественная церемония награждения футболистов города Лыткарина по итогам сезона 2014 года. Открыл церемонию награждения фильм об итогах футбольного сезона, подготовленный телеканалом Лыткарии. Со словами поздравлений к футболистам обратились глава города Лыткарина Евгений Серегин и ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Виктор Букиевский. Здесь вот раздается в зале поле нам сделайте. Честно говоря, я обещал это поле сделать, но пока только воркаут там сделали, поставили. Мы на спортивную площадку поставили, на улицу спортивную обещали нашим детям. Но в будущем году я вам однозначно гарантирую, что мы обязательно сделаем футбольное поле с искусственным покрытием и сделаем, запроектируем там компактный спортивный зал с раздевалками, с душевыми и с тренажерами. Каждый сезон сложный прежде всего, потому что это борьба за право быть первым. Огромное спасибо администрации города за развитие скультуры спорта, в частности футбола, за организацию прекрасных соревнований. Всем желаю успеха, отличного здоровья. Нужно много физических и моральных сил, много работы над собой на благо России, города, района. Спасибо. Заслуженные награды в этот день получили футболисты в возрасте от 7 до 78 лет. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта Московской области, благодарностью Министерству физической культуры, спорта и работы с молодежью в Московской области, был награжден судья республиканской категории СССР, главный судья первенства города Латкарина Владимир Григорьевич Кигелюк. За второе место в первенстве Московской области была награждена мужская команда Дюсш-ФК Латкарина. Благодарностью главы города были отмечены тренеры сборной команды Алексей Садов и Дмитрий Старостин. За первое место в первенстве Люберецкого района и победы в турнирах была награждена команда 2003-2004 годов рождения, тренер Алексей Садов. Дюсш-ФК Латкарина В нашей команде есть лучшие игроки, что показал фильм. И мы сейчас главы города лучшим игрокам вручим призы. Артюшин Латкарин, Шеврогов Бекарин, Гришки Сергеев. Мы еще про одного футболиста ничего не сказали в этом фильме, но я хочу его отметить, потому что это самый юный игрок этой команды. Он на два года младше всех. Это Коробков Алексей. Я хочу подтвердить, что мы обязательно сохраним, не только сохраним, а закрепим команду и сделаем все, что необходимо для того, чтобы эти ребята побеждали. Так что я поздравляю вас, ребята. Молодцы. За третье место в общекомандном зачете был награжден директор МОО «Дот Дюсш» города Латкарина Александр Еремеев. Призами и грамотами были отмечены команды ветеранов, юношей и районная команда. Были подведены итоги голосования на звание «Лучший» по итогам года. Победителями стали Мы, как любители футбола, собрались здесь почествовать тех, кто в этом году принес славу и победу нашим футбольным командам и нашему городу. Благодаря администрации, что она поддерживает, помогает с полем, помогает с комплектованием команд, помогает с экипировкой команд. В общем-то, все делает для развития спорта. За это огромное спасибо нашему мэру, благодарность. Спасибо огромное за внимание и за любовь к футболу. Награждение команд-участниц первенства города Латкарина провели президент Федерации футбола города Латкарина Олег Викторов и ветеран московского «Спартака», бронзовый призер чемпионата СССР 1982 года Владимир Шербак. За популяризацию футбола подарками и грамотами были отмечены все команды, принявшие участие в первенстве Латкарина. Бронзовые медали получили футболисты команды «Бреко». Серебро футболисты «Титана». А золотые медали и кубок города Латкарина были вручены футболистам команды «Кристалл ЗОС». С великолепной концертной программой выступили танцевальные коллективы «Нью Стайл Кидз» и «Лакшери Дэнс Проджект» из ДК «Центр молодежи». Танцевальный коллектив «Каприз» из Дома детского творчества и жонглер Дмитрий Тимершин. Федерация футбола города Латкарина выражает благодарность за помощь в проведении церемонии награждения администрации города Латкарина, коллективу ДК «Центр молодежи», телеканалу «Латкари», кофейной компании «Либо», магазину «Спортлайн», компании «Старатели», ОАО «ЛЗОС» и лично Андрею Петрухину, Максиму Макееву и Валерию Тютюненко. Выражаем благодарность за помощь в съемках рубрики «Латкарина спортивная», компании «МДПОС», «Лифтремонт» и «Славянское подворье Л». Роман Завьялов, Александр Тестов, Алексей Устинов, телеканал «Латкари».